МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Растет день от дня, но вечно так продолжаться не может. Ресурсы не безграничны, да и тарифы становятся все дороже. Пора подумать о ресурсосберегающих технологиях. Что позволит сделать жизнь еще комфортнее? Об этом прямо сейчас в эфире программа «Вектор комфорта». Правительство сформировало несколько целевых программ, благодаря которым в Чувашии заговорили о ресурсосберегающих технологиях. Все они реализуются поэтапно. А ежегодно из бюджета республики выделяются средства на решение очень важного для жителей экономики Чувашия в целом вопроса. Прошло уже несколько лет, как в квартирах и индивидуальных домах появились приборы учета – счетчики. Многие жители задумались об экономии. Вода и электричество у меня полностью счетчик стоит. У нас вода не капает никогда. Закрываем краны, плотно закрываем. Электроэнергии тоже мы только по необходимости включаем. Вот электричество не умею экономить, постоянно забываю свет в туалете выключать. Зато очень плохая черта характера. Как нам поставили счетчики или энергосбережающие все аппараты, или как они называются, все очень экономно. Даже зубы чистим в чашечку. Газ тоже, это самое очень... Ну, в общем, все экономно. Выключаю все с розеток. Почему с розеток надо выключать? Ну, это ж физика. Даже выключенные приборы все равно потребляют электроэнергии. Если раньше мы могли открыть кран и держать, как бы, а сейчас, если счетчики, то мы их быстро закрываем. Конечно, экономия ресурсов – это особый уклад жизни. Не забывать выключать свет, когда уходите из дома, и не лениться закрывать кран, когда вода вам не нужна. Мы провели эксперимент. При среднем напоре полуторалитровая банка наполняется водой за 30 секунд. Человек чистит зубы около трех минут. За это время в трубу бесцельно утекает шесть таких банок. 9 литров или 9 копеек из семейного бюджета. Сумма, конечно, совсем небольшая, однако в год набегает более 66 рублей. Семье, к примеру, из трех человек отдать за это придется уже 198 рублей. И это без учета других водных процедур, когда вода льется без дела. Сейчас существует множество технологий, которые экономию возьмут на себя. Они представлены в Республиканском центре энергосбережения. Мы находимся в учебном классе центра энергосбережения, где представлены основные энергосберегающие мероприятия, как они реализуются, как должны реализовываться. Начнем с теплосбережения. Представьте обычную городскую многоэтажку. Общие годовые затраты тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию составляют более 150 кВт-часов на квадратный метр. До 40% тепла может уходить на улицу через окна. Эту проблему легко решат пластиковые или деревянные окна с многокамерными стеклопакетами. После их установки, как правило, температура в помещении поднимается на 2-5 градусов. Кроме того, в последнее время на стекла возможно нанесение специального покрытия. Здесь показано, как работает энергосберегающее стекло. То есть вот эта часть стекла с нано-покрытием, который не пропускает тепло. В солнечную погоду мы защищаемся от палячих солнечных лучей, а во время отопительного сезона тепло из квартиры уходит меньше. В выставочном образце вместо солнца лампа. И этого достаточно, чтобы понять, как жарким летом покрытие может спасти квартиру от перегрева. Вот действительно, если приложить ладонь, то вот это стекло нагревается значительно сильнее, нежели вот это с нано-покрытием. Что ж, создать комфортный микроклимат окна с многослойными стеклопакетами могут, а вот повлиять на сумму за отопление в квитанциях, увы, нет. Здесь поможет только установка индивидуальных теплощетчиков на входе коммуникации в квартиру. В многоквартирном доме это технически возможно не всегда. Впрочем, и здесь есть решение. Здесь у нас представлен автоматизированный тепловой узел с погодным регулированием. Он должен устанавливаться в подвале жилого дома и обеспечивать регулирование тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. У него есть температурный датчик, который висит на улице, и в зависимости от температуры внешнего наружного воздуха, он регулирует подачу тепла. Таким образом, автоматизированный тепловой узел решает вопрос перетопа, а заодно экономит деньги жильцов. Они больше не улетают в открытые от жары форточки. Ну а следующее приспособление спасает и от того, чтобы семейный бюджет не утекал в трубу. Вернее, из трубы. Здесь у нас установлен датчик утечки. То есть посмотрим на примере. У нас где-то в трубопроводе происходит утечка воды. Стоит датчик. И он перекрывает воду. То есть таким образом и воды больше не расходуется, и мы не затопляем соседей. С 2014 года в нашей стране вступил в силу запрет на оборот ламп накаливания. И хоть знаменитые лампочки Ильича до сих пор светят в домах россиян, магазины распродают остатки товара. Специалисты не устают обращать внимание на преимущества энергосберегающих ламп. На этом стенде у нас показаны различные осветительные приборы. То есть у нас есть лампы накаливания, люминесцентные лампы и новейшие светодиодные. Здесь мы можем посмотреть, сколько энергии потребляет каждая из ламп. Например, сейчас включена светодиодная лампа. На приборе видно, что она потребляет 6,6 ватта. Если мы посмотрим по светимости примерно такую же лампу накаливания, она потребляет 90 ватт. То есть вы можете посмотреть, что почти в 10 раз потребление светодиодной лампы меньше. Стоит светодиодная лампа примерно в 30 раз дороже лампы обыкновенной. Но и гореть она может без выключения 3,5 года минимум. Такие параметры заявляют производители. Впрочем, основной претензией к лампам нового поколения была даже невысокая цена, а спектр света. Люди жаловались на холодный, неуютный оттенок ламп. Сейчас проблема решена. Лампы дают такой же желтый спектр, как и привычные лампы накаливания. Все, что представлено в центре, можно уже сейчас устанавливать в старые чебоксарские многоэтажки и частные дома. Однако пока данными технологиями воспользовались немногие. Что касается новых домов, то в основном они уже строятся с учетом всех новшеств. Специалистов, которые разбираются в энергосбережении, готовят в чебоксарском техникуме строительство и городского хозяйства. В рамках реализации республиканской целевой программы комплексного развития профессионального образования нашему учебному заведению в прошлом году было выделено 10 миллионов рублей. На данные средства мы приобрели непосредственно высокотехнологичное немецкое оборудование. При техникуме действуют многофункциональные центры прикладных квалификаций «Умный дом». Студенты и специалисты, которые проходят здесь обучающие курсы, имеют возможность работать с самыми современными наработками в области энергосбережения. К примеру, через вентиляционную систему помещения может теряться до 25% тепла. Уменьшить эти потери не так просто. Воздух должен обновляться каждый час. На помощь приходит рекуперация. Процесс, когда уходящие из помещения воздуха дают свое тепло приходящему. По данному принципу работает, к примеру, вот эта установка. Это собранный стенд для студентов, чтобы они могли проводить лабораторные работы, учебные занятия. Это оборудование используется в домах, в коттеджах, например, в квартирах ставится. Для фильтрования и создания микроклимата в квартире в доме. Эта установка программируется на неделю, на месяц, можно на день, на утром, вечером разную температуру ставить, ночью убавлять, днем прибавлять. Когда у вас нет дома, она может вообще не работать. Управляется тоже дистанционно. Подобные установки используют и в общественных местах. Размеры, конечно, больше, зато одной такой установки может хватить, к примеру, на целый этаж торгового центра или весь детский сад. Ну а это заготовка для будущей установки, которая будет использовать альтернативную энергию, энергию земли. Благодаря специальной технологии, которая простым убывателям наверняка покажется чем-то из области фантастики, можно будет отапливать помещение, к примеру, сделать теплые полы. Кстати, в техникуме энергосберегающим технологиям не только обучают, их использовали при ремонте главного корпуса несколько лет назад. Увидеть их можно даже не заходя в учебное заведение. Во-первых, так называемый вентилируемый фасад. По данной технологии, облицовочный материал с помощью специального каркаса крепится к стенам здания. Зазори между облицовкой и стеной здания свободно циркулируют воздух, что решает проблему появления конденсата и влаги на конструкциях. Также одним из основных плюсов таких фасадов считается теплоизбережение. Стены защищены от переменного промерзания и оттаивания. Цель данного ремонта заключалась в том, чтобы как можно уменьшить теплопотери помещения. Результаты колоссальные. Да, действительно, технология дорогостоящая, но она себя оправдывает. Оправдывает и своим эстетическим видом, оправдывает своим, скажем, функциональным назначением и долговечностью. Другие новшества находятся внутри. Датчики движения или присутствия, многослойные стеклопакеты, светодиодные лампы. Сотрудники посчитали, наличие всего этого уменьшило затраты техникам на коммунальные расходы на 20%. Энергосбережение – одно из главных направлений политики водоканала, что в итоге отражается и на тарифах для населения. Технологии, которые позволяют экономить, используют с момента забора воды из Волги и вплоть до стадии водоотведения. Но обо всем по порядку. Итак, насосная станция третьего подъема номер один – это одно из звеньев подачи воды населению. Такие станции служат для обеспечения расхода и напора воды комфортного для населения. Кстати, напор – это как раз то, на чем можно сэкономить без ущерба для комфорта жителей города. В недавнее время было внедрено новое технологическое оборудование, новые насосные агрегаты с электродвигателями, более энергоэффективными по потребляемой мощности. И дополнительно к ним системно были установлены преобразователи частоты. Данный преобразователь частоты предназначен для автоматического регулирования за счет частоты вращения электродвигателя мы можем автоматически регулировать объем подаваемой воды в городские сети и, соответственно, давление. К примеру, с утра, когда население начинает активно просыпаться, собираться на работу, в школу, в детские сады, соответственно, нагрузка на сеть увеличивается, люди потребляют воды больше. Что происходит здесь у нас, в насосной станции? У нас, соответственно, установлены определенные датчики, они улавливают эти сигналы, и автоматика дает команду на включение второго дополнительного насоса. Соответственно, когда потребность в воде у жителей небольшая, к примеру, ночью, благодаря регуляторам насоса работают не так активно, что экономит и воду, и электричество, решает проблему гидравлических ударов в сети. Ну, если, к примеру, привести до того, как у нас были установлены эти новые насосные агрегаты, среднее потребление в час киловатт-часов составляло порядка 500 киловатт-часов. Сейчас же работает двумя новыми насосными агрегатами системы частотного регулирования. Суммарно расход киловатт-часов составляет порядка 200-300 киловатт-часов. Конечно, все ресурсы, сберегающие технологии, на первоначальном этапе требуют финансовых вложений, иногда немалых. Однако все это с лихвой окупится. Я говорю не только про деньги. И сейчас Чувашия выбрала вектор, устремленный в комфортное будущее. До свидания.